МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Александровском округе специалисты приведут в порядок участки трасс, которые соединяют между собой населенные пункты. В общей сложности отремонтируют 14 километров дорог, когда наступит благоприятная погода. Реконструкция пройдет в рамках госпрограммы развития транспортной системы. В Тугулуке и Списовке откроются две точки роста. Образовательные центры обустроят на базе местных школ. Ученики смогут получать там полезные знания и знакомиться с современными технологиями – компьютерами, 3D-принтерами и квадрокоптерами. Все это станет возможным благодаря национальному проекту образования. В селе Донском Труновского округа возводят новый детский сад. Здание будет двухэтажным. На первом разместятся малыши, а на втором – воспитанники постарше. В каждой группе оборудуют раздевалку, общий зал, санузел, спальню и буфет. Всего сад примет 100 детей, а его строительство завершится уже в этом году. Работы проходят в рамках краевой программы социально-экономического развития. В преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в региональном управлении Следкома прошла встреча в рамках проекта «Патриоты Отечества». Ставропольские кадеты 24-й гимназии встретились с симферопольскими в режиме онлайн. Это позволяет нам сблизиться, познакомиться и узнать друг друга получше, так сказать, закрепить кадетское братство Следственного комитета Российской Федерации. И Следственный комитет утвердил такой прекрасный образовательный модуль, который называется «Патриоты Отечества». Образовательный проект. В преддверии 76-й годовщины победы мы выбрали модуль «Мы помним, мы гордимся, мы будем достойны». Ставропольцы рассказали коллегам об оккупации города Великую Отечественную, а также о героических подвигах соотечественников. В конце мероприятия диплом получил ученик 11-го кадетского класса 24-й гимназии Максим Скорбин. Он занял второе место во всероссийском конкурсе «Моя будущая профессия – следователь». Максим представил видеоролик, в котором отразил работу следственных органов. В Следственном управлении Следственного комитета Ставропольского края предоставлено мне документы, письма, газеты и заключение прокурора, которые помогли составить фактическую базу для видеоролика. Также я работал с документами из архива Ставропольского края и Государственная библиотека имени Лермонтова предоставила мне оригинал газеты 1944 года «Ставропольская правда», которая содержала очень интересные подробности для подтверждения моих доказательств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова